Разобрались немного с Авраамом и с тем, что ему было обещано. И этот поход в 22 главе, он был следствием того, во что верил Авраам. И Авраам верил, что то, что он отдаст Богу, Бог силен ему вернуть. Окей? И действительно, в общем-то, его сын остался жив. Далее мы видим событие смерти Сары. Женитьбы Ицхака. А рождение детей у Ицхака, когда ему было, сколько лет? А кто помнит, мы тут недавно разбирали, сколько евреев были в Египте. А откуда мы получили цифру 210? Там было странное число, сколько лет было Ицхаку, когда у него родился Яков. Иисал. Ага, 60. Не 40, да? 60. Косвенно можем таким образом. Сорок он женился, все правильно. Сорок он женился. А дети родились у него когда? Понятно, да? Понятно, да? А вот ведь тишина. Понятно. Ицак был сорока лет, когда он взял себе жену Ревеку, дочь Вафуила, армиянина из Месопотамии, сестру Лавана, армиянина. И молился Ицак Господу о жене своей, потому что она была неплодной. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. Господь сказал ей, два племени ващеве твоем, два различных народа произведут эту трубу твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшим. Настало время родить ее, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, как кожа косматый, и нарекла ему имя Исаав. Потом вышел брат его, держась рукой свою запятую, Исаава, и наречено имя ему Яков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они... Шестьдесят. Все нормально. Дети выросли, и стал Исаав человеком искусным, и зверловственным человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Якова. Очень интересное выражение. Исхак любил кого? Исаава. А за что? Те, кто говорят о том, что он был первый, невнимательно читали. Исаак любил Исаава, потому что дичь его была по вкусу за то, что первый? За то, что дичь была по вкусу. Ему нравилось, вкусно было. И он любил. А Ревека любила кого? Якова. За что? Что, что, что? Ну, это можно озаглавить, ну, как бы, передача завета от Авраама, сыну его, Исхаку. Можно так озаглавить. Как? Мы сейчас увидим, как передавался завет. Итак, меня интересует такая вещь. За что Ревека любила своего сына? Тихий, в шатрах, помогал. Это вы так говорите. Скажите, пожалуйста, а вы любите своего мальчика? За что? Ага, значит, вы любите за то, что он сын. Ага. Странно. А я думал за то, что он обладает определенными качествами. А вы любите, потому что он ваш сын? Повторю еще раз. Ваши родители вас любят за что? Исчезнет причина, исчезнет любовь. Еще раз. Если вы любите человека за что-то, исчезнет причина, исчезнет любовь. Если я люблю человека за то, что он умеет готовить кушать, а он взял и перестал готовить кушать, за что мне его любить? Я же его любил за что? Ну, за что он кушать готовит? А он перестал готовить кушать. За что мне его любить? Да не за что. Исчезнет причина, исчезнет любовь. Написано, что он любил его за то, что он готовил кушать. А она любила его просто. Просто она любила его. Все, больше ничего не сказано. А она любила его. А любила она? Я кого? Ну, любила она? Я кого? Ну, странно. Мы иногда некоторых людей любим больше, чем других. Даже иногда мы своих сыновей любим больше, чем один другого. Младших, как правило, любят больше, чем старших. Это какие-то простые, естественные вещи. Мы не знаем. Она любила просто. Оба были ее сына. Но любила она больше этого. Как правило, любовь, она выражается во времени, которое мы проводим вместе. Чем больше мы проводим вместе времени, тем больше мы любим. Вы знаете, как это ни странно. Если в семье есть несколько детей, и один из них достаточно болезненный, часто болеет, то любит мама кого больше? Почему? Она больше проводит времени именно с ним. И он был человеком, живущим в шатрах. То есть он проводил больше времени с мамой. Понятно, да? Он больше времени проводил с мамой. Как это ни странно. Ну, и мама, соответственно, любила больше его. Не за что-то, а просто любила. И дальше мы видим событие 26 главы. Голод был в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. Кстати, там достаточно интересное слово употреблено по отношению к Якову. Яков был человек какой? Кроткий. А что такое кроткий? А у вас же там есть правильная Библия, там, с эвритом. Нет, это не мидраж. Даже не давайте микрофон туда. Мидражи мы не будем разбирать. Что написано? Какое слово там употреблено? Там слово какое-то употреблено. Как характеристика. Знаете, очень часто Якова представляют как лжеца. И его имя переводят как лжец. И, соответственно, смотрят на него, как на того человека, который был предрасположен к чему? К обману. На него так смотрят. Изначально есть такие толкования, которые говорят, Яков – это лжец. Обманщик. Что? А какой повод он дал? Немало. Заметьте, немало. Скажите мне, пожалуйста, микрофончик дайте. У меня будет вопрос к вам. Он немало дал поводов. Повод номер раз. Как для него момент. И получил то, что он хотел. За что, кстати, Исаак впоследствии и назвал перед Исааком хитрым. Он хитростью меня взял. Еще раз. Хитрость у него присутствует. Вы знаете, я вам расскажу такую историю. Я могу продать какую-то вещь. Я ее, если продаю, то она вам нужна будет, если вы ее покупаете. Но если вы ее покупаете, она вам нужна? Да. Вот. Теперь он имеет эту вещь. С течением времени, с течением времени, он может подумать, размыслить, узнать что-то об этой вещи, да? И понять, что она, к примеру, ему не нужна. Это я виноват. Я виноват. Еще раз. Это моя вина? Он мог и не размышлять, а Яков мог как более умным что-то и понять. А Яков был как более умным. Послушайте, мои хорошие. Я спрашиваю, чья вина? Моя вина, что я продал? Он не собирался, он ничего не продавал. Просто он был голодный, а тот, видя у него драгоценность, сказал, меняю еду на драгоценность. Тот не продавал свое первородство. Он имел определенные вещи. Он просто хотел кушать. И тот говорит, дай мне это взамен на похлебку. Тот не предлагал ему сам. Да. Это одна вещь вообще-то, но в дальнейшем было достаточно много вещей на эту же тему. Сейчас мы пройдем. Он так же видел, что, Яков видел, что первородство ему это не нужно было. Для него неважно было. Не да. Ему и да, он об этом не заботил, ему это не нужно было. И он... Итак. И сварил Яков кушанье, а Исаф пришел с поля усталый. И сказал Исаф Якову, дай мне поесть красного. Красного это, ибо я устал. Но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Какая проблема? Вы у меня хотите что-то получить. Да? Ну, вы хотите что-то получить. Вы приходите в магазин и говорите, о, хочу вот это. Мне это надо. Другой говорит, слушай, я могу получить у тебя что-то взамен, если я дам тебе. Это нормально? Или ненормально? Пожалуйста, пожалуйста. Еда была сварена из того, что ранее принес Исаак. Поэтому, если бы Исаак был такой же хитрющий, как Яков, он бы сказал, я тебе дам, из чего ты сваришь красненькое, но взамен на то, когда я приду усталый, ты мне дашь похлебку. А ему даже это в голову не пришло, потому что это была семья. Вопрос. Вопрос, вопрос. Скажите, пожалуйста, а где написано, что он варил из того, что тот принес ранее? Он написано, сидел в шатрах и не выходил. Что в шатре что-то бегало или росло? А еще раз? Он сидел в шатрах. А в шатре, кроме кастрюль пустых, если туда ничего не занести, не растет и не разводится. А тот, где ходил? А тот добывал дичь. А он варил дичь? Неважно из чего. Подождите, стоп, 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 ну извините. А вы хотите сказать, что это было не мясо, которое добывал тот? Это могла его мама дать ему это? Я прошу прощения, нигде не написано, что он готовил из того, что именно тот принес. Ну я думаю, что ни один супчик он съел из того, что принес именно тот. Поэтому поделиться с братом можно было бесплатно? Можно было. Нужно. Можно. Может быть вы считаете даже, что нужно было. Но вы не знаете, какие... Еще раз. Вы не знаете, какие у них были отношения? Понятно, да? Вы же не знаете, какие у них были отношения? Или знаете? Я знаю, что было правильно в семье от Господа. И что было правильно в семье от Господа? Тогда вы не должны быть в семье от Господа. Да. Я кормил их, да. А откуда, когда вы делаете разновление, я попросил, что вы не имеете в виду в город? Вот вы, например, не хитрости, которые бывали в Европе. Вы, вы знаете, когда он был в городе, а приедем в городе, что это было не в городе. Можно сказать? Ну, я считаю, что я как бы так поступил. Я прошу прощения, вы уже забыли о том, что перебивать не стоит никому. Вас же никто не перевел? Пожалуйста. Ну, может быть, Яков исхитрил там, но я так считаю, что даже если там Исаав был праведником, и Яков гречником там, ну, Слово Божие там говорит, я просто сейчас сказал, не могу найти. И сказано, что когда еще не тот, не тот не сделал ничего хорошего, плохого, то Бог сказал, того я возлюбил, а того отверг. То есть, пускай там даже тот Яков был, не знаю, кем, по сравнению с Исаавром, но есть избрание Божие. Мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас разбираем одну простую вещь. Пожалуйста. Мы разбираем простую вещь. В чем была хитрость? Он видел, что он с безразличием, и Яков видел, что он с безразличием относится к благословению отцовскому. Вообще, что он безразличен ко всему, что дает. Не очевидно, не очевидно. Мы только видим о том, что он относился, когда он продал. До этого мы ничего не видим. Давайте. Я понял, тема задела за живое. Хитрость была в том, что, видя усталость и нужду другого, он воспользовался этим, чтобы получить то хорошее, что принадлежало другому. Это не хитрость. Это хитрость. Я прошу прощения. В этом никакой хитрости нет. Это использовать положение. Это не хитрость. Я использую положение. Я говорю, у меня есть это. Я готов это отдать на таких условиях. Вы хотите, берите. А хотите, не берите. Я покупаю. Это стоит. И сегодня это стоит столько. Это стоит столько, сколько вы готовы заплатить. Если вы не готовы платить, не покупайте. Понятно, да? Да, конечно. Впоследствии Исаак сказал Исааку, что Иаков выманил это у него хитростью и не отменил записание. И шо? И все. Я же еще раз говорю. Я же приводил простой пример, что я могу продать человеку вещь. Я могу продать человеку вещь. Это его дело, купить эту вещь или не купить. А потом, когда он купил, он подумал, говорит, это хитростью. Извини меня. Это честная сделка. Я тебе предложил товар и назвал его цену. Ты хочешь, покупай. Хочешь, не покупай. Вопрос, подождите, я закончу, друзья мои. Я понимаю. Можно я закончу мысль? Итак, вопрос в очень простом. Мое хочу и сейчас. Мое хочу и сейчас. Вот это важная часть. Я хочу сейчас здесь. Вот это. И отдайте мне. Что это? Что это? Я хочу здесь и сейчас. И мне не важно, сколько это стоит. До сегодняшнего дня люди движимы своим неудержимым желанием приобретают вещи. Я хочу вот это и сейчас. До сегодняшнего дня. Люди покупают мобильные телефоны в кредит. Покупают или нет? А кто их обманывает? Они приходят и говорят, это потребительский кредит. Купите это. Вы всего лишь будете платить 50 гривен, 100 гривен в месяц. Человек движется чем? Желанием. Похотю. Хочу. Сейчас. Получи. Потом ему говорят, слушай, ты нормальный мужик. Ты переплатил в три раза. Потребительские кредиты, они что? Дорогие. Сейчас я закончу. Вы потом будете говорить. Имейте терпение. Итак. Движимы мы до сих пор желанием. Хочу это и сейчас. Хочу так, что умираю. Я хочу этот телефон. Я жить без него не могу. Я готов платить цену. Цену имею. Так меня обманули. А где же тебя обманули? В чем тебя обманули? В том, что тебе сказали, это стоит вот столько, и ты заплатил? В том, что ты невнимательно читал условия договора. То, что ты не почитал на самом деле, что ты переплачиваешь. Это чья ответственность? Чья это ответственность? Человека, который покупает. Но, извините, вы, не справившись со своей ответственностью, обвиняете продавцам нечестности. Вы говорите, это он жулик. Он обманщик. И, то есть, вы, не справившись со своей ответственностью, перекладываете ответственность на кого? Он стал жуликом. Он просто не сказал всего, чего он мог сказать вам. Он этого не сделал. И имел право этого не делать. Окей? Это его бизнес. Я помню о том, что вы хотели задать вопрос. Это его бизнес. Но, то, что вы поступили, это ваш поступок, ваша ответственность. И не стоит ее перелагать на кого-то другого. Потому что, на самом деле, кто был движим желанием? Я движим желанием. Я движим желанием сейчас иметь это. Я не думаю, что если бы он поел, не поел, он тут же, ай, умер. Я так не думаю. Да, это было сильное желание. Да, это было. Но неужели, находясь среди живых людей, там же было нормальное народу. Он умер бы просто вот сейчас на месте от голода и все. Он приходит и говорит, я хочу этого. И хочу сейчас. Нет ничего против вашей трактовки личности Исава, 100%. Ему нечего было пенять на кого-то. Он был неправ в этой ситуации. Ну, как в примере с банками. Допустим, да, люди там движутся своими корыстными мотивами. Но есть некто, кто пользуется. Вот банки, они 100%, они не только пользуются, еще и разжигают, понимаете, вот такое потребительское отношение. Я думаю, что Иаков, я чувствую это, понимаете, меня трудно убедить. Вот я вижу, что Иаков, он воспользовался все равно. Он воспользовался. Я же не зря вас спрашивал. Я же не зря вас спрашивал. Как Библия характеризует самого Якова. Вы знаете, мы тоже праведники во Христе Иисусе. Но посмотреть на нас мы не поснимаем. Как Библия характеризует самого Якова в то время. Какое у него имя? А что за сущность тогда объяснить ему? Он перехитрит, он обманет. Нет такого толкования его имени. Прошу прощения, я все-таки видел, что есть одно толкование, все-таки есть и... Посмотрите, толкование на это имя запинающий, опережающий, но толкование с тем, что обманывающий... Есть, есть, есть. Вы мне потом покажете, хорошо? Ну, я не помню, но я... Еще раз, вы мне потом... Хорошо, я найду, да, я недавно читал, и притом какие-то ровнистические моменты. Хорошо, потом покажете. Но вы знаете, о чем говорит Писание? Знаете, о чем говорит Писание? Что он был человеком совершенным. Вы же посмотрите, ну это же, ну это просто я уважаю вас. Я понял, извините, может мы поменяемся все-таки местами? Не, давайте уже, но если я говорю, а вы утверждаете нет, там нет, то, наверное, нам надо с вами поменяться местами. Ну и что там написано? Спасибо большое. Он даже когда... Ему первородство не нужно было. Он когда съел уже эту похлебку, он не сожалел о том, что он это сделал. Он не сожалел. Ему не нужно было это вообще первородство. А вы, пожалуйста, потом найдете другое из. Я же ничего не против меня. Послушайте, мои хорошие. Давайте мы остановимся на секундочку и будем здравыми людьми. Знаете, я вам могу сказать, что вы читали и никаких претензий нету к тому, что вы читали. На заборе, вы знаете, тоже кое-что пишут. Я же вас спрашиваю, где вы это читали? Давайте тогда, пока если у вас дома есть, вы пойдите домой, посмотрим, где вы читали, и потом обсудим, можно ли доверять тому источнику, в котором вы читали. Это нормально? Мы можем же проверять источники, в которых мы читаем. Я же не против того, что вы читали. Я хочу знать источник, из которого вы читали. Это нормально? Окей. Теперь. Там используется слово. Корень тамим. Совершенный. Праведный. Это же слово используется по отношению к требованию к жертвам, которые приносились в храме. Они должны быть какими были? Без порока. И это же слово употребляется по отношению к кому? К Якову. Он был беспорочный, цельный, совершенный. Теперь мы сражаемся с простыми вещами, нашим представлением того, что он был лжецом и обманщиком. Большинство толкователей Тора говорят о том, что он сделал нормальную сделку. Он законным образом приобрел себе первородство. Вопрос в одном поступке. Вопрос в одном поступке. В одном поступке. Когда он послушал свою маму? Вопрос в том, что он был лжецом и обманщиком. Вопрос в том, что он был лжецом и обманщиком. Даже если мы возьмем и согласимся с тем, что первородство он купил незаконным образом, возьмем второй его поступок, когда он послушал маму, то когда он третий раз так поступил? Я не могу сказать, что… Я не говорю, что он поступал… Хорошо. Мы говорим о хитрости, правильно? О хитрости. У нас же все просто. У нас же все здесь. Ходы все записаны, да? Мы в перерыве посмотрим, сколько он раз говорил с ваших точек. Смотрите. Значит, первый раз мы поняли. Второй раз. В третье раз. И вот его вот эта вот такая хитрость. Опять же не будем выдумывать этого слова. Хитрость. Следующий момент. Когда он получил обетование от Господа, да? Это желание его было. Но в чем хитрость? Желание заинтересовать Бога выполнять свое… Желание заинтересовать Бога выполнять свое обещание. Хорошо. Понятно. Следующий момент. То, что мне говорит, что Бог с ним работал именно над его… Именно по поводу его хитрости. Это мы говорим? Это вы говорите? Да, это я говорю. Значит… То, что с ним случилось в следующие 20 лет… Я прошу прощения. В следующие 20 лет с ним случалось последствие обмана отца. Но где его хитрость в этом была? Это цена, которую он платил. Это цена, которую он платил. Но, послушайте… Сейчас, подождите. Но все-таки, если он совершенный, то он хитрый? Все-таки… То, что он обманул отца… Зачем он обманул отца? Из-за чего он обманул отца? Еще раз. Вы не уходите, пожалуйста, от темы. Номер раз – первородство. И это еще вопрос, была ли это хитрость? Ну да, есть… Это вопрос. Есть вопрос. Может быть, вы правы. Может быть, не очень. Да? Номер два – обман. Это номер два. Да? Дальше, номер три. Где он еще был хитрый? Еще раз, я прошу, это хитрость благословения Божья? Это была хитрость? А это была хитрость? Ему было сказано, уложи пестрое, когда они… Ну, не знаю, для меня, допустим, важный еще был момент, когда… После Пенуэла… Какую? Он бегал тогда, сказали, что… Ну, этот момент, когда после Пенуэла, да, значит, как он распределил своих жен, детей… Это мудрость. Ну, трудно. Мне, допустим, трудно такую мудрость. А что здесь хитрого было? Еще раз, а в чем хитрость была? Ну, не знаю… В чем неправильно он поступил? Скажите мне, пожалуйста, что он сказал? Ну, вот тех, которых я меньше ценю, я пошлю вперед, задобрю своего брата. Ну, может быть, это и не хитрый. Знаете, меня, допустим, эти качества не впечатлили, и как-то, ну, не особенно видно, что это мим. Понимаете? Для меня… Послушайте, послушайте, я же пытаюсь от вас услышать простые, простые ясные вещи. Вы сказали, он множество раз поступал хитро. Для меня это в том числе. В том числе. Я теперь прошу посмотреть на это множество. Первый вопрос… Первый его поступок под вопросом. Второй – бесспорно. Теперь я пытаюсь услышать от вас третий. Да, пожалуйста. Когда на самом деле он уходит в другую землю, убегая от гнева, а отцу говорят, что за женой. Это он сказал? Он сделал. Он сделал. То есть ему не надо было уходить. Ему надо было сказать правду, это бы не было хитростью. А это он говорил? Он молчал. А раз ты промолчал, значит, ты согласился. Послушайте, вы знаете, как это все происходило? Прочитайте. Написано, что Исаак Иакова призвал и благословил его, и заповедал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Он мог сказать, папа, я вообще не за женой иду. Еще раз. Кто кого позвал? Призвал Исаак. Папа зовет сына, благословляет и говорит, не бери себе жены. А чего он его призвал? Чтобы благословить. Ну, какая проблема? В чем его хитрость? Его хитрость в том, что они с мамой делали договор, и папе об этом не говорили. Обман? Второй обман – это с похлебкой. Третий обман – это с уходом. Там целая была коалиция. Я же пытаюсь от вас увидеть это все целое, кроме общих прав. Шаг номер два. Когда он, значит… Где вы читаете? Какое место? Я в Бытие 28, и там концовка 27-го. Они с мамой, мама ему говорит это, и они договариваются. Это там 43-й, 44-й, Бытие 27. 42-43. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги к брату Лавану, брату моему, в Харан. И положиви у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал. «Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего мне в один день лишиться обоих вас». И сказала Ревека Ицхаку, я жизненно рада от жены хитейских, если Яков возьмет себе жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жить. И позвал Ицхак Якова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей хитейских. Скажите мне, пожалуйста, просто, простые такие, простые вещи. Сколько лет было, сколько лет было мальчику Якову, когда он уходил из дома отца? Когда он выходил из дома отца, сколько ему лет было? Так, до двадцати. Двадцать девять. Еще варианты. Сколько лет было мальчику Якову, когда он пришел в дом Лавана? Сколько лет было мальчику Якову, когда он пришел в дом Лавана? Ну, это же рядом событие. Он обманывает папу, уходит и приходит в дом кому? Ну, сколько ему лет было? Ну, приблизительно. Только вы говорили, до двадцати уже не помните. До двадцати, да? Еще какие мнения есть? Сорок лет. Отлично, спасибо. Сколько ему лет было? Я понял, понял, понял. Сколько лет еще было? Какие еще мнения? Ему было больше пятидесяти. Нет, точно вы уверены, что ему было не больше пятидесяти? Все уверены? Вы железную? Не уверены. Ему было меньше шестидесяти? Или больше шестидесяти? Меньше. Все уверены, что меньше шестидесяти ему было? Еще раз. За пятьдесят, но меньше шестидесяти? Больше шестидесяти? У меня тут остался только один человек. А ему было больше семидесяти? Точно нет. Так, не знаю, нет или что? Я же спрашиваю мнение. Это мнение. Ему было меньше семидесяти? Меньше. Ему было семьдесят шестидесят. Я плохо пишу? Вы сказали, что меньше семидесяти. Извините. Еще раз. Может быть, мама вовремя его послала за женой? Я спрашиваю, может быть, мама вовремя его послала за женой? Может, он действительно пошел за женой? И заодно сбежать от брата и не сказать отцу оправду? Понятно, что он уходил от гнева брата. Но, может быть, он и за женой пошел? Ну, жена это как прилагается. Чтоб даром не бегать. Что-то ж хорошее надо получить. Ну, нормально вообще вы себя ведете? Ну, давайте. Нормально вы себя ведете? Вы же сказали, что он точно не шел за женой, а точно убегал. И причем, заметьте, заметьте, что Бог, наверное, был во всей этой ситуации. Да, конечно, это почему? Откуда мы это знаем? Вы послушайте, откуда мама знала о том, что брат его хочет убить? Там написано, что он сказал в сердце своем. А кто ей пересказал? Послушайте, это наш стереотип. И я вам показал, что вы просто, ну, как бы, мыслите некими стереотипами, представлениями, которыми не проверили. Ему было 76 лет. Кстати, откуда я это знаю? А вы уверены, что он умер в 130? Вы его не рано похоронили? А, так сколько? 130 или 160? И что? От чего будем отнимать? Сколько Йосифу? Ну, так посмотрите. Ладно, лирические отступления, понятно, что пора заканчивать? А можно еще один вопрос? Ну, мы сейчас будем рассуждать, допустим, о том, что он тамим, да? Ну, вот когда мы, допустим, смотрим на жизнь Авраама, ну, нас она впечатляет, по большому счету, понимаете? Что вас впечатляет? Вас впечатляет то, что он свою жену подставил под фараона? Ну, стопроцентно. Есть вещи, которые не впечатляют. Нет. Но, опять же, еще раз говорю, вы знаете, сейчас, если рассуждать, вы сейчас расскажете, что это была там большая мудрость, и по-другому было поступить нельзя. Какая большая мудрость? Ну, может быть. По крайней мере, я слышал, я и такие рассуждения. Подождите секундочку. Вы понимаете, что Библия, она, рассказывая нам у библейских персонажей, как это ни странно, рассказывает и хорошее, и плохое. Просто у нас в голове создается некий образ. Некий образ, на который мы смотрим. Сейчас, но этот образ, но сложился в жизни христиан, понимаете? Мы знаем, что есть уже определенный, пусть это стереотип, но течение двух тысяч лет. Можно вы меня не будете перебивать? У нас есть некий образ. На протяжении двух тысяч лет, как вы думаете, трех тысяч лет. Я прошу прощения. Скажите мне, пожалуйста, сколько лет было Якову? Вы можете выйти в соседнюю аудиторию, в библейскую школу, и спросить, сколько лет было Якову? А они что, на протяжении двух тысяч лет не изучали этого вопроса? Или их мнение, поскольку они христиане, является окончательным, авторитетным и не подлежит сомнению? Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, Давид был мужем по сердцу Божьему? По сердцу. Отлично. Он был хорошим человеком? А он был мстительным человеком? Злопамятным? Обманщиком? Да. Это вас все тоже впечатляет? Прелюбодеем, убийцей. Хороший парень был. То есть, он был злопамятным, обманщиком, мстительным, прелюбодеем, убийцей. Но он хороший парень. И вас он впечатляет. Ну, у Давида были вещи, которым можно учиться. Да. Вы не поверите. Эти же вещи были у Авраама. Эти вещи были у Цхака, и у Якова, и у Давида, и у всех мужей Божьих. Были вещи, которым можно было учиться. И были вещи, которым учиться не надо. Согласен. Но у Якова очень надо под микроскопом искать. Я понял. Это ваше предвзятое, извините, отношение к концу нашему Якову. Пожалуйста, откройте любую энциклопедию, и вы там увидите. Хитрый. И у него то было, и это было, и Господь его учил. Ну, любую энциклопедию. Вот просто любую христианскую энциклопедию. Это блеск энциклопедия Брагауса, Яков, еврейский Яков. В основе имени Яков лежит корень Акав, от которого образована существительная Акев, пятка. И глагол Акав – оставлять след, а также побеждать, запинать. Да, и обманывать, вводить в заблуждение тоже. Но то слово Яков может обозначать, он держался за пятку, он оставит след, он победит, он обманывает. То есть он обманывает один раз, а он держался за пятку, он оставит след, он победит три раза. Так, но вот есть еще такая форма, что это форма южноарабского слова «Якоб Илл». Да защитит тебя Бог. О его жизни мы говорим следующее. Смотрите, что вы говорите. Откройте любое христианское… Да. А почему только христианское? Ну, кстати, я читал Герогиму, да. А я читал не очень. А я читал не очень. И еще раз, есть слово, которое было дано кому? Евреям. Евреям. И это слово было дано евреям несколько больше и раньше, чем христианам. Это понятно, да? А почему только христианское понимание и толкование является единственным, и на все остальные смотреть не надо? Надо, окей. Почему вы тогда адресуете только к этому толкованию христианскому? Сейчас я понял. Хорошо. Большое спасибо. 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 Продолжение следует...